Привет, друзья! Друзья, в этом видео показываю вам Ritzes Premium Seagate, 5 звезд, Шерм-эль-Шейф, погнали! Так, друзья, это холл отеля, смотрите, какая здесь нереально огроменная люстра, самая огромная, наверное, в Шерм-эль-Шейфе люстра, которая есть. Холл просторный, красивый, в нем приятно пахнет, и здесь отличный температурный режим. Справа у нас находится ресепшн, где гости проводят свою регистрацию при поселении. А здесь, смотрите, под люстрой нереально красивые цветочки. И они, кстати, живые. Просто нереальная красота. Ну что, друзья, поехали кататься по территории Ritzes Premium на таком вот шаттле. Территория отеля просто нереальных размеров. 253 тысячи квадратных метров, не считая второй линии, которая еще составляет 34 тысячи квадратных метров. А длина отеля составляет примерно 685 метров. В общем, по территории мы практически не ходили. А катались на клапкарах, которые постоянно курсируют в течение дня для удобства гостей. Итак, первое, что мы сейчас будем проезжать, это Rixi Club. Самый большой и самый лучший детский клуб на территории Шарм-эль-Шейха. Тут есть абсолютно все для ваших деток. Это большой детский клуб с игровой площадкой с горками, каруселью и батутом, игровыми комнатами, детскими кинотеатрами, комнатой для сна, отдельным детским рестораном Rixi Cafe, детским бассейном с детскими шезлонгами. А для подростков Rixis придумал Тинз Клаб, в котором есть аэрохоккей, настольный футбол, компьютерные игры, бильярд, развлечения с анимационной группой. В общем, тут есть абсолютно все, чтобы любым детям было интересно в этом детском клубе. А родители могли пока что отдохнуть это время без своих деток. Дальше рассказываю вам по основным нюансам и особенностям данного отеля. По питанию уникальная и единственная на весь Шарм-эль-Шейх премиум ультра все включено. И сюда входит более 100 наименований импортного алкоголя. Кстати, и Red Bull и Fresh 24 часа в сутки. То есть, как алкоголь, так и безалкогольные напитки 24 часа в сутки, ребят. Главный ресторан. Тут один, но он состоит из двух этажей и это самый большой ресторан на территории Шарм-эль-Шейха. Кроме главного ресторана есть еще 7 алякартов. Это китайская кухня, итальянская, международная, морская, ливанская и французская кухни. Все эти алякарты рестораны бесплатные по предварительной резервации. По-моему, только в двух ресторанах есть несколько блюд, которые будут за доплату. Но это, в принципе, все мелочи на фоне всей этой общей концепции. В общем, для гурманов лучшей концепции в Шарм-эль-Шейхе просто не существует, чем в отеле Rixus Premium Seagate. Дальше. По бассейнам всего на территории отеля их 8. И все 8 имеют подогрев. Но подогрев может быть включен не во всех, имеется в виду в зимний период времени. Все зависит от загрузки отеля. Соответственно, если туристов будет много, то бассейны с подогревом будут включены все. А если туристов будет немного, то будет работать 2-4 бассейна с подогрева, остальные будут без подогрева. По интернету. Wi-Fi бесплатно ловит по всей территории отеля. И даже в номерах есть свой отдельный роутер. Внутри он также точно выглядит, как велюкс обычный. Только вот между ванной и комнатой нет вот этой глянки. Так, номер категории Swimap с выходом на бассейн. Комната в светлом тоне. Просторная, одна большая кровать. И показываю вам выход на бассейн. В каждом номере есть свой шезвон и столик. И такой вот бассейн. Значит, так же самое в этом здании, на втором и третьем этаже, у нас есть номера с видом на море. Единственное номера, которые имеют вид на море. В номере есть, естественно, чайный набор. Есть у нас тапочки для взрослых и для деток. Так, друзья, это у нас санузел. Здесь у нас халаты для взрослых и для деток. Туалет, умывальник, косметика, фен, маленькое зеркало. И такая вот просторная душевая кабина в идеальном состоянии и чистоте. Полотенечки, естественно, белоснежные. И, ребята, мини-бар. В мини-баре пиво, соки, напитки, водичка, сникерс, твикс и вино. Красные и белые. Первая комната, две раздельные кровати. Чайный набор, телевизор. Во второй комнате одна большая кровать, френчбет. Еще один телевизор. Вид. Так, вид с террасы у нас на детский клуб тоже очень удобно. Если вы с детками, через дорогу у вас уже детский клуб. На террасе у нас четыре стула и столик. И смотрите, ребята, тут у нас комплектация не только халаты для взрослых, а даже для деток, розовый и голубенький. И тапочки тоже для деток в этом номере имеются. Так, санузел в этом номере. Большая, просторная, вернее, такая душевая кабина, туалет, пара умывальников, косметика. И еще пару слов хотел вам сказать за номерной фонд этого отеля. Да, перечислять все категории номеров я не буду, потому что в этом смысла нет, тут их много. Но важную особенность сейчас вам расскажу. Значит, в 2019 году у отеля появилось несколько категорий номеров с приставкой New и Aqua. С одной стороны, как правило, на эти категории номеров идет самая низкая стоимость. И с другой стороны, эти номера являются самыми новыми и самыми лучшими на весь отель Rixos Premium Seagate. Но расположены они на второй линии, там где находится аквапарк. Поэтому, чтобы на месте у туристов не возникали вопросы, каким образом туристы оказались на второй линии, обязательно обращайте внимание, какую категорию номера вы бронируете. Соответственно, конечно, да, на месте можно все это поменять, то есть переселиться на первую линию. Но, естественно, в этом случае нужно будет доплатить на месте некую сумму денег. Друзья, вот так вот примерно выглядит шаттл из отеля, из территории отеля Rixos Premium Seagate на территорию нового аквапарка. В общем, удобная штука этот шаттл. Rixos сделал тоннель между первой линией и второй линией для того, чтобы не нужно было переезжать через дорогу. И когда туристы с первой линии хотят попасть в аквапарк, они едут таким вот образом на территорию второй линии в аквапарк. А туристы с второй линии, у которых номера находятся на второй линии возле аквапарка, точно таким образом едут на территорию первой линии. Кстати, и обзор самого аквапарка будет в отдельном видео, так что обязательно подпишитесь на мой канал. А сейчас мы переходим к пляжу. Так, ребят, вот он пляж отеля Rixos. Я приехал сюда отдельно, ребят, чтобы показать вам этот пляж. Большое спасибо представителям Rixos и Ване, спасибо Светлане, которые организовали посещение этого пляжа, чтобы я вам показал, как он выглядит. Ребят, смотрите, все своими глазами. На пляже у нас есть шезлонги, зонтики. Сейчас уже 5 часов вечера, поэтому все уже, собственно говоря, закрывается пляж. Вот, по шезлонгам. Пластиковые шезлонги. Есть защита от ветра. Смотрите, это не как в других отелях. Здесь именно хорошая, такая вот качественная, красивая защита от ветра. Заход в море, ребят. Смотрите, значит, заход в море здесь он очень длинный, очень пологий. Но вот это вот темное, что вы видите сейчас на своих экранах водички, это коралловая корка. Я сейчас гуляю вдоль пляжной линии. И, собственно говоря, ребят, все, я не успею пройтись. Но вот то, что я вижу здесь возле понтона, она здесь есть, коралловая корка. Поэтому с берега, если вы хотите зайти, это очень долго идти. Это один нюанс, второй нюанс. Ребят, здесь корка, поэтому обязательно только в специальной обуви, либо в кораллках. Пляж. Пляж очень широкий, очень большой. Он идеально чистый. В общем, вопросу к качеству пляжа просто нет. Понтон длинный, 850 метров. Сейчас мы прогуляемся по понтону. Постараюсь вам показать лагуну знаменитую, которая здесь есть спустя, по-моему, 120 метров от начала понтона. Дальше, в принципе, я не в комментариях, а в описании напишу вам информацию к этому видео. Если получится, возможно, дойдем до конца. Время уже поджимает, скоро темнеет. Скоро уже понтон закроют. Соответственно, ребят, нужно поторопиться. В общем, давайте пройдемся по понтону и посмотрим, какие здесь есть спуски, как выглядит бар, если успеем это посмотреть. Кстати, даже здесь на понтоне можно сделать потрясающие снимки, ребят, для ваших соцсетей. Давайте вам покажу, какое здесь дно. Ну, смотрите, там была корка, здесь она уже закончилась. И тут у нас песчано-галечное дно, ребят. Есть небольшие там очаги водорослей, но опять-таки, как бы, все равно, смотрите, тут глубина меньше, чем по колено, поэтому, ребят, просто заходить с водички, ну, будет очень долго. Значит, вдоль всего понтона есть несколько спусков в воду, то есть, не обязательно идти до конца, но первый спуск, сейчас уже я подхожу к этому первому спуску, тут будет, скорее всего, совсем мелко, наверное, где-то по колено, возможно, во время прилива по пояс, но, скорее всего, во время прилива, наверное, по колено, а во время отлива, возможно, и меньше. Там сейчас как раз туристы, возможно, мы все это увидим, а возможно, и нет. И есть пара, как бы, таких вот лавочек, где можно присесть, передохнуть, если вы устали, то даже об этом Риксос позаботился. Да, тут немножко поглубже, я думаю, здесь где-то будет глубина по пояс. Так, вот наш первый спуск, ребята. Смотрите, значит, взрослому туристу здесь по пояс. Так что с детками, ребят, можно спокойно спуститься и не обязательно идти очень далеко. Здесь песчаное дно, ребят, так что, вау, даже рыбки плавают и здесь уже. Но, опять-таки, дно песчаное. Для вашей безопасности обязательно используйте коралки, ну, либо специальную обувь. Уже даже на первом спуске он огорожен буйками. Вы сможете безопасно поплавать с вашими детками и посмотреть рыбок. Вот мы подходим к второму пункту, где вы можете здесь посидеть на лавочках либо полежать на шезлонгах. То есть, если вы там плаваете на том первом спуске и вы не хотите идти на пляж, чтобы полежать на шезлонгах, здесь тоже есть несколько шезлонгов. Не знаю, как они тут все время заняты, либо не все время заняты. Но, ребят, даже об этом отель тоже позаботился. Их немного. Но я не думаю, что здесь стоит очередь за ними. А если и стоит, то напишите, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Скат? Да, он зарылся. Он рядом. Вон хвост, видите, торчит. И он зарылся. Вот ускат? Да, вот такой. Поровы. Вон, не видите, вот хвост. Вот хвост. Вот эта полосочка. Вот эта полосочка. Вот эта полосочка. Вот эта полосочка. Вот хвост, да. А вон дальше он зарылся. Ну что, друзья, вот он, край понтона отеля Rixos Seagate. Добрались до края. Здесь у нас есть шезлонги, ребят. Так что, если вы хотите поплавать, посмотреть риф, то потом, после того, как вы поплаваете, вы можете здесь полежать и на шезлонгах. Значит, дорога по понтону пешком у меня заняло примерно там, ну, 15 с чем-то минут. Может, 15-20. Но первое, что останавливались посмотреть, там, туристы сказали, типа, скат плавал. не знаю, я на видео снял, посмотрим, может, увидим скат или не скат. Здесь сразу уже возле понтона мы видим рыбки плавают. Вам, скорее всего, не видно, но только что здесь проплыли рыбки-хирурги. Ага, вот они с этой стороны плавают. И здесь, ребят, уже мы имеем риф, живой риф. Конечно, поплавать у меня не получится. Понтон уже закрыт. Да, и, в принципе, я не собирался плавать, но... Да, ребят, здесь полноценный живой риф. Если вы здесь плавали, конечно же, напишите в комментариях под этим видео, что вы видели здесь красиво, интересно, каких рыбок видели. Мне будет это все, конечно, интересно почитать. Я вижу сквозь прозрачную водичку этого красного моря, живой коралловый риф. В принципе, из того, что я вижу с понтона, мне это уже нравится, потому что все-таки риф живой. Глубину, еще раз говорю, я не могу вам сказать, вы в комментариях напишите, кто отдыхал здесь, что вам интересного встречалось, ну и примерно какая глубина, когда вы спускаетесь с понтона. так, в общем, всего лишь 10 минут у меня заняла дорога по понтону, от края понтона Rixos Segate до пляжа. Собственно говоря, ничего нету здесь такого критического. Итак, ребят, мое резюме по отелю Rixos Premium Segate. Отель реально старается удивить и предоставить своим гостям самый лучший сервис. Именно в этом отеле самая большая люстра. Именно тут самый большой ресторан на территории Шарм-эль-Шейха. Именно в этом отеле самая разнообразная концепция алкоголя, которая предоставляется туристам бесплатно. Именно в этом отеле самый лучший детский клуб на территории Шарм-эль-Шейха. Именно тут самый крупный спа-центр на территории Шарм-эль-Шейха. В общем, все самое лучшее, что есть в Шарм-эль-Шейхе, находится именно в Риксос Премиум Сигей. За исключением длины понтона. Это его слабая сторона. Но даже тут Риксос постарался все сделать, чтобы туристам было комфортно.